Всем привет, ребят, к с вами Флэш. На стейджинг ветки скопились изменения, пора бы уже о них рассказать. Итак, поехали. Раньше животные могли беспрепятственно проходить сквозь машины, ничто их не останавливало. Теперь же машинам добавили дополнительный компонент навигационной сетки, который их больше не пропускает. Раньше на машине можно было с легкостью подъехать к танку Брэдли, даже в упор. Главное, чтобы не было каких-то открытых окошек или частей. Он, по-моему, не стрелял, никак не реагировал. Теперь же машина вообще никак не скрывает от танка Брэдли. Вот я сейчас нахожусь в бронированном модуле, за кучей стенок. Тут сзади еще пассажирский, то есть стою задом. Танк сейчас выйдет. Вот он едет, кстати, уже. И вот, пожалуйста, он открыл огонь, даже несмотря на то, что он вообще никак меня не замечает. И никак от него не скрыться. Если попытаться пересесть внутри машины, то это тоже не поможет. Напишите в комментариях, сильный ли это нерф и часто ли вы использовали машину для уничтожения танка. Теперь, по сути, на ней к нему особо и не подъедешь. Раньше свет в машине сразу гас, как только водитель куда-то пересаживался. Теперь свет в машине не гаснет, куда бы вы не пересаживались. И автоматически гаснет, когда никого нет в машине. Доработали новый кемпер-модуль. Ему добавили ящик на 12 слотов, который удобно расположен под барбекю. Обновили внешний вид самого барбекю. И обновили звуки взаимодействия. Что касается функционала, то он остался без изменений. По-прежнему 4 места, 4 спальных кровати. Но при этом 3 ящика под одежду. Улучшили взаимодействие с турелями. Во-первых, теперь в них не надо авторизовываться при установке. Авторизация происходит автоматически, как и со шкафом. Вот я уже авторизован. А во-вторых, это, наверное, очень сильно упростит жизнь кланам. Теперь в турелях можно авторизовывать других игроков. Вот появилась новая опция. Нажимаем. Причем друзья будут находиться в начале этого списка. То есть, ответственный в клане за установку турелей сразу прописывают туда всех друзей. А, соответственно, соклановцам не надо будет подбегать к каждой турели и там прописываться, как это было раньше. Причем, кто уже авторизован в конкретной турели, в списке уже не будет отображаться. Соответственно, не надо запоминать, кого добавили, кого нет. Все, кто не добавлен, будут всегда сверху списка. Я имею в виду из ваших друзей. Улучшение работы инвентаря. На столе исследования теперь нажатие правой кнопкой мышки по скрапу переносит его в нужный слот, а не вот сюда, как было раньше. Нажатие правой кнопкой мышки по тыкве переносит его в быстрый слот и обратно, а не на голову. Черви и личинки больше не попадают в быстрые слоты при перетаскивании и поднятии. Таблички картины и неоны теперь стакаются по 5 единиц. Таблички с рисунками, естественно, со стакать с чистыми не получится. У всех табличек с рисунками появился вот такой значок, говорящий о том, что на ней что-то нарисовано. И если нажать, то прямо в инвентаре открывается вот такая вот превьюшечка. Чтобы вы сразу видели, где какая картина, они устанавливали на стену и проверяли каждый раз. Теперь в интерфейсе рисования сохраняется последнее положение таблички. Например, вот так я ее оставлю, выхожу, и она также и осталась. Теперь в магазине при продаже черепа показано его название. По идее, то же самое должны сделать и для табличек с картинками, чтобы можно было ими удобно торговать, но пока что этого что-то нет. В настройках управления добавили новый параметр, это чувствительность мышки при прицеливании. По сути, это множитель от основной нашей чувствительности. То есть, когда стоит единица, то чувствительность наша идентичная, как без прицеливания, так и с прицеливанием. Но ее можно увеличить аж в два раза, например, двоечка, то есть обычная вот так вот, прицеливаясь, и она просто начинает бегать. Так и уменьшить. На нуле вообще не будет двигаться при прицеливании. Вот если поставить 0.1, обычная вот такая, прицеливаясь, те же самые движения еле-еле движется. Думаю, киберкатлетам очень зайдет такая точная настройка. Игровой чат ограничили 128 символами. Вообще-то, раньше он и так был ограничен, просто сервером обрезался. То есть, вы могли сюда писать сколько угодно, но влезалось равно 128 символов. Теперь же вы прямо вот в этом чате упираетесь в это ограничение и не напишите больше, чем 128. Это удобно, потому что раньше, когда вы писали длинные предложения в чат, вы не понимали, где наступает ограничение. И в итоге предложение было обрезано в самом неподходящем месте. Изменения по военным туннелям. Теперь NPC больше не спавнятся в военных туннелях, пока в них находится хотя бы один игрок. То есть, чтобы дождаться новую волну NPC, вам все равно придется выйти из военных туннелей. Но самое главное, спавн элитных ящиков теперь привязали к спавну NPC. Элитные ящики появляются вместе с новыми NPC. То есть, больше не получится так, что ящики появляются без защиты в виде NPC. Теперь они появляются вместе и в тот момент, когда нет ни одного игрока в военных туннелях. И изменения по аирдропам. Если они падают в ночное время, а конкретно с 20.00 до 7 утра по игровому времени, у них включается освещение. Давайте посмотрим, как это выглядит с большого расстояния, когда только-только сбросили дроп. Сейчас они включатся. Я поменял время на сервере. Вот они все загорелись. Но давайте посмотрим с простым увеличением. Не особо что-то разобрать. Давайте с 8х и 16х. Причем, кстати, их изменили. Потому что буквально неделю назад у них было снизу 4 огонька и сверху одна такая сирена. В итоге оставили только сверху красную сирену. А снизу, как вы видите, полная тьма. А тут было как бы на днище 4 вот таких вот по квадрату огонька. Теперь же только сирену оставили красную. Вот они приближаются. Для оптимизации сейчас сирена не вращается. Видно, что свет какой-то статичный. Как только они приблизятся, она начнет вращаться и сразу немножко изменится такой визуальный. Вот один уже, видите, все от дальности зависит. Один уже начал, второй. Ну, сейчас все они начнут вращаться. И давайте посмотрим, как заметнее они стали в ночное время или нет. Да, снизу были такие 4 беленьких огонька, но их почему-то убрали. Кстати, цвет сирены тоже немножко изменили. Он был больше оранжевый, а теперь прям такой красный. Офигеть такая упала. Не, ну конечно, конечно. Теперь в ночное время их очень хорошо заметно на больших расстояниях, вблизи так и подавно. При этом они достаточно хорошо освещают так все вокруг. Давайте посмотрим, что здесь за приспособление. А, его вообще не видно здесь. То есть даже не видно, что моргает. На самом деле, я почему сказал сирена, потому что ее видно. Сейчас я резко поставлю день, и вы увидите, что там действительно стоит сирена. Как-то, не знаю, не оптимизировали что ли. О, прогрузились лампы. Не знаю, почему они с первого раза. Ну, понятно, что все пока что белыми нитками шито. Вот это стоит. Лампище. Которое моргает. Если сейчас поставить день, то она просто исчезает. Оп-оп, попропадало. Причем не имеет значения, когда именно вы вызвали дроп, то есть на границе там до 20 часов или после 20 часов. Если вдруг, вот сейчас я поставил время 19,8. Если даже дроп упал и наступает все равно ночное время, то сейчас прямо на ваших глазах эти все дропы зажгутся и будут о себе информировать в ночное время. То есть, а в 7 часов они выключаются, в 7 утра. То есть, если дроп стоит там целые сутки, он будет ночью включаться, днем выключаться и все равно все это будет работать. Прям темнеет. Во, видите, 20.00 только стукнуло и сразу все загорелись. Причем как-то они, видите, обновление странное. Не все сразу синхронно как-то по тикам. В ночном лесу так это вообще очень удобно. Видите, такая темень непроглядная. Оп, а тут дропик светится. Сразу видно все хорошо. Причем на огромных расстояниях. Вот там вдалеке я тоже заспавнил. Издалека прям видно, где они находятся. На этом, в принципе, все. Ребятки, с вами был Flash. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео. Продолжение следует...